30 рублей в сутки, маленькая плата и большая лепта в инфраструктуру туристической зоны. Новые урны, скамейки, пешеходные зоны. Закон о курортном сборе должен сделать отдых в край еще комфортнее. Те же городские леса, та же приведение в порядок реки, набережной. То есть вот эта часть, это можно уже сейчас начать делать и будет уже отдыхающим видно, на что тратится курортный сбор. Курортный сбор освобожден от налогов. За май он принес бюджету Белокурихи 1,7 млн рублей. За июнь около 2,5 млн. Пока не везде получается платить безналичным расчетом. Деньги взимают в отелях, гостиницах, санаториях. Если отдыхающий отказывается платить, его не имеют права не заселить. Но в таком случае придется заплатить штраф от 500 рублей до 2 тысяч. Руководители санаториев должны направить жалобу. Правда, кому и куда, на этот вопрос не смог ответить ни один из пяти спикеров. У нас же это эксперимент, у нас тут не все доработано. У нас в конкретном городе Белокурихи еще не введен перечень должностных лиц, которые имеют право составлять такой протокол. Эксперимент в крае еще не доработан, но туристы уже платят. По словам владельцев гостиниц, охотно. За май всего лишь три отказа. За июнь ни одного. Большинство людей платят и сильно каких-то претензий не предъявляют. Все больше людей более позитивно настроены на это предприятие. А вот мнение барнаульцев, тех, кто в перспективе может стать гостем города-курорта. Когда у меня отбирают, я никогда не доволен. Поэтому считаю безобразие. Если приехал с Москвы, то для него эти 30 рублей погода не сыграет. Я считаю, на первое время можно было бы не брать для Алтайского края, а брать те регионы, у которых кошелек потолще. Кстати, на детей курортный сбор не распространяется. Также не придется платить и за первый день пребывания на отдыхе. До конца 2018 года собирать продолжат по 30 рублей. С 2019 – 50. Специалисты говорят, нужно время, чтобы дать закону разогнаться. Может потом и платить отдыхающие будут более охотно. Когда поймут за что. Пока такое понимание есть далеко не у каждого. Ирина Корчагина, Павел Лаурнин. Наши новости.